Секретные материалы – это культовый сериал, который в основном состоит из несвязанных между собой серий. Это так называемые «Монстры недели». В этих сериях агенты ФБР Малдор и Скалли расследуют разнообразные паранормальные и необъяснимые события, а также сталкиваются с чудовищами, мутантами, призраками, в общем, совсем классическим набором нечисти. И лично для меня именно «Монстры недели» – это те эпизоды, за которые я и люблю секретные материалы. Друзья, всем привет, это второй выпуск с обзором серии материалов. Первый был посвящен первому и второму сезону сериала, и по ссылке где-то здесь вы можете посмотреть его. Если вам нравятся секретные материалы и вы бы хотели от меня и дальше видеть обзоры серии, то обязательно пишите об этом в комментариях. Для меня всегда очень важно знать ваше мнение. В данном видео мы поговорим с вами про третий и четвертый сезон сериала. И, как вы могли заметить, видео называется «Лучшие серии секретных материалов». Но по каким критериям я выбирал эти самые лучшие серии? Во-первых, это антагонист, будь то интересный монстр или изощренный преступник. Во-вторых, атмосфера. Малдор и Скалли бывали на Аляске, в индейской резервации, в маленьком городке с подозрительными жителями. Все эти разные сеттинги обладают своим уникальным колоритом. Ну и в-третьих, конечно, сам сюжет и его хитросплетение. Однако не всегда все эти критерии сходятся вместе. Иногда эпизод может понравиться мне по какой-то другой причине. А все потому, что это достаточно субъективное видео, где я просто хочу с вами поделиться моими впечатлениями от этого сериала. Поэтому, если вы со мной в чем-то не согласны, или я забыл упомянуть какую-то очень хорошую серию, то вы тоже можете написать мне и другим зрителям об этом в комментариях. А при особом желании можно поделиться своим мнением и в моем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Истина, как мы знаем, где-то рядом. Ну а с вами Артур Психопат, и мы начинаем обсуждение третьего сезона секретных материалов. Третья серия. ДПО. Малдор и Скалли расследуют гибель молодого человека в результате сильного удара электричеством. К тому же это не единичный случай. И каким-то образом у всех, казалось бы, случайных жертв есть общие черты. Все они молодые парни от 17 и до 21 года. И так уж вышло, что все они перешли дорогу вот этому замкнутому и нелюдимому подростку по имени Дарин. Что сразу привлекло мое внимание и сильно порадовало, так это актерский дуэт между пока еще малоизвестным Джованни Рибизи и Джеком Блэком. Для Рибизи это была одна из первых ролей на телевидении. А обожаемый мной Джек Блэк к тому моменту уже успел основать свою прекрасную группу Tenacious D и сыграть в паре фильмов. И здесь они играют двух друзей, хотя только до поры до времени. Потому что сложно дружить с обозленным на весь мир парнем, который способен управлять электричеством. Что также было интересно и забавно, так это наблюдать за местным шерифом, который не просто не очень активно сотрудничает с ФБР, как это часто бывает в сериале, а чуть ли не противостоит главным героям, в одной из сцен прям нападая на Скалли. Да, репутация этих двоих тут уже бежит впереди них. Малдор и Скалли в течение своего небольшого расследования, которое дополнительно осложняет шериф, все же находят улики против Дарина, а также и мотив некоторых преступлений. Неразделенная любовь к его школьной учительнице. Таким образом, в этой серии мы получили достаточно интересного антагониста. Создатели эпизода задумывали его персонаж как метафору маргинализированного взросления. И фактически у нас здесь просто бунтующий подросток, переживающий первую любовь. Ну а только в довесок к этому он еще и настоящий псих, управляющий молниями. Четвертая серия. Последний отдых Клайда Брукмана. Кто-то лишает жизни нескольких ясновидящих, при этом вытаскивая их внутренности и вырезая глаза. Очевидно, завелся некий маньяк с определенным почерком. Малдор и Скалли быстро составляют его психологический портрет, но местная полиция кажется склонна куда больше верить экстрасенсу с телевизора. Мистеру Яппи. Он приходит на место преступления устраивать небольшое шоу, а от наших героев он чувствует явную негативную энергию, которая мешает его способностям. В общем, забавный тип, но Малдор явно в него не верит. Что интересно, так это участие в расследовании настоящего ясновидящего, который может предсказывать смерть. И в отличие от распиаренного, он вовсе не хочет участвовать во всем этом и не очень-то любит применять свои способности. Что делает его куда более интересным и неоднозначным. Юмористического тона повествованию добавляют постоянные попытки Малдора понять природу способности этого мужчины, на что Клайд отвечает с раздражением, потому что он сам ничего не знает про свои силы. Да и сам по себе это достаточно забавный дядька. Постепенно даже скептически настроенная Скалли начинает проникаться к этому человеку, и поэтому концовка серии получается весьма и весьма трогательной. Антагонист же здесь также интересен. Он не похож на убийцу, он максимально непримечателен, но он жесток и хитер. Он даже появлялся на одном из мест преступлений как простой наблюдатель. В общем это достаточно интересная, но при этом и душесчипательная история. Шестая серия. Слишком скромный. Малдор и Скалли прибывают на место преступления. Местные полицейские не могут опознать тело даже при наличии у жертвы документов, потому что тело будто растворили в кислоте. Позже, изучая улики и столкнувшись с еще одной жертвой маньяка, агенты понимают, что он по какой-то причине выбирает только полных женщин, и при этом зачем-то откачивает из них жир. Однако местный антагонист совсем не простой мясник. Изначально его задумывали как таинственного преступника-изгоя, напоминающего призрака оперы. Таким он и получился. Вёрджил Инканте находил своих жертв на сайтах знакомств и специально выбирал наиболее одиноких и неуверенных в себе. Он выражался разными литературными цитатами, а на свиданиях был весьма очаровательным, за счет чего и втирался в доверие к будущим жертвам. И к его удаче, среди женщин с лишним весом неуверенных в себе было достаточно много, так что он регулярно удовлетворял свои потребности, а именно нужду в жировых тканях, которых этому мутанту не хватает. Кроме обычного расследования, здесь есть любовная линия между маньяком и его потенциальной жертвой, которая большую часть серии пытается справиться со страхом быть отвергнутой, и все никак не решается пойти с ним на свидание. По итогу у автора в серии получилось не просто создать интересного мутанта, но еще и достаточно умного маньяка, способного манипулировать жертвами. В серии также была интересная деталь. В одной из сцен, анализируя вещество, которым покрыты тела жертв, Скаллик говорит о том, что подобным образом переваривают пищу скорпионы. Они выплевывают на нее желудочный сок, растворяют ее и всасывают получившуюся кашу. И ближе к концу серии, когда Инканта входит в квартиру к его будущей еде, мы слышим весьма конкретный звук животного происхождения. Седьмая серия. Прогулка. В военном госпитале, проходивший здесь лечение подполковник, пытается свести счеты с жизнью, буквально сварив себя заживо. Но его успевают спасти. Правда, он этому совсем не рад, и он уверен, что ему не дает умереть некий солдат, который всегда где-то рядом с ним, и который уже отнял у него жену и детей, а ему не дает умереть, чтобы он помучился. И он уверен, что все это происходит из-за того, что он сделал во время службы. Дело само по себе странное, но нашим героям еще и мешают в его расследовании. Генерал Каллахан, подчиненным которого был подполковник, пытавшийся превратить себя в бульон, считает любые разбирательства здесь неправомерными, так как расследовать тут нечего. Для Малдеры с Калли становится очевидно, что генерал что-то скрывает. Однако позже, когда погибает его помощница, его жизнь и безопасность его семьи оказываются под угрозой, а поведение одного из санитаров и солдата без рук и ног наводит на определенные подозрения. Местный антагонист интересен тем, что он как раз из тех, кто точно не вызовет сомнений в своей невиновности. Он даже приподняться с кровати не может и точно не в его силах лишить кого-то жизни. Однако именно он стоит за всем этим, совершая свою месть при помощи астральной проекции, которая отделяется от него во время сна. Лично у меня он даже вызвал некоторое сопереживание, объясняя свою мотивацию. И наибольшую сложность для наших агентов здесь представляет необходимость доказать его причастность. Но, к счастью, нашелся здесь тот, кто решил за них эту задачу. 11 серия. Откровения. Сразу хочу сказать, что актерский состав здесь просто мое уважение. Рональд Ли Эрми, Кеннет Уэлш, а также Майкл Берриман, который, кстати, классно отыграл в фильме «Зло внутри», про который я ранее делал видео. Да и вообще, весь эпизод насыщен действиями. Начинается все со сцены, в которой священник очень одухотворенно ведет свою проповедь, под конец которой у него начинают кровоточить руки, после чего его лишает жизни один из прихожан. Наша пара агентов понимают, что это далеко не первый подобный случай. Это уже одиннадцатый лже-святой, у которого якобы проявляются стигматы. И считается, что всего подобных людей может быть 12 по количеству апостолов. Соответственно, преступник нападет еще минимум один раз. Вскоре после этого Малдор и Скалли обнаруживают ребенка со стигматами, который, кажется, не врет. Потом его похищают, чтобы защитить от сил зла. Потом похищают опять. Тут еще и Малдор меняется местами со Скалли. Он не верит, что в этом деле есть что-то божественное, а она не уверена. Данное расследование отзывается в ней из-за ее странного отношения к Ивере, с которой она все никак не может определиться. И разные персонажи будто чувствуют это и пытаются на это давить. И в итоге, конечно же, Скалли сильно проникается этой историей и старается изо всех сил защитить необычного мальчика. Двенадцатая серия Война Капрафагов Это серия про тараканов. Возможно, многие ее помнят, потому что она, по-хорошему, идиотская. Бывают периодически в секретных материалах такие серии, которые не претендуют быть шедевральными ни по одному из критериев, по которым я выбираю лучшие серии. Они просто угарные и непритязательные. И это как раз одна из них. Малдор и Скалли здесь работают отдельно. Малдор непосредственно на месте, а Скалли почти до конца серии с ним только созванивается. Фокс пытается разобраться в нескольких странных смертях. И забавно здесь то, что каждый раз в каждом отдельном случае люди погибают по-разному. И Скалли по телефону к каждому случаю находит нормальное объяснение. Однако на всех местах преступлений оказываются тараканы. Кроме этого, в серии есть разнообразные забавные персонажи. Малдор тут, кстати, находит себе подружку по имени Бэмби. Достаточно много юмора на фоне возрастающей в городе паники и даже заигрывания с разрушением Четвертой Стены. Тринадцатая серия. Парад планет. Малдор и Скалли приезжают в небольшой город для расследования смерти нескольких старшеклассников, в гибели которых местные жители подозревают некий сатанинский культ. Эта серия сильно напомнила мне похожий эпизод из второго сезона. Там также маленький городок якобы терроризировали сатанисты. И точно так же, как и в той серии, здесь Скалли высказывает явный скептицизм по отношению к существованию таких культов, потому что относительно недавно ФБР завершила расследование, в ходе которого было выяснено, что никаких культов не существует и что многие преступления с оккультными элементами никак между собой не связаны. К подобному выводу агенты приходят и во время этого расследования, когда понимают, что за преступлениями стоят вот эти две школьницы-хорошистки. Подружки буквально уничтожают всех тех, кто им как-то насолил, при помощи своих психокинетических способностей. Не повезло даже парню, который просто пролил на них газировку. И надо признать, что антагонистки здесь получились весьма интересные. Они не только сильны и опасны, но еще и хитры. В какой-то момент они даже смогли запутать главных героев, сваливая вину друг на друга. Да и сами агенты в этой серии не очень-то хорошо ладят. Дело в том, что все эти события происходят из-за редкого астрономического явления под названием Сизигия, когда несколько планет выравниваются по прямой линии. Именно это подействовало и на агентов, и на жителей городка, и на школьниц, дав им разрушительную силу. 17 серия. Толкач. В данном эпизоде агенты будут пытаться поймать интересного и харизматичного преступника Роберта Маделла по прозвищу Толкач. Он обладает интересным умением внушать людям любые идеи, и чаще всего он использует это, заставляя своих жертв лишать себя жизни. Автор сценария этой серии, Винс Гиллиган, хотел показать хитроумные кошки-мышки между Малдером и Маделлом, сделав их соперниками. В течение серии Малдер старается залезть в голову преступника, а он, в свою очередь, постоянно выпутывается из всех проблем и оказывается на шаг впереди. В ходе развития сюжета оказывается, что Маделл в прошлом пытался стать агентом ФБР, но его не взяли из-за выявленной склонности к социопатии и эгоцентризму. По итогу, естественно, эта их игра доходит до максимального накала к концу эпизода. Кстати, во вступительной сцене была забавная деталь. Маделл здесь берет журнал, и на его обложке мы видим того самого Флюкмана из второй серии, второго сезона сериала. Двадцатая серия. Из открытого космоса Хосе Чанга. Это снова серия из разряда «Просто поугарать». По сути, здесь Скалли рассказывает писателю-фантасту про одно из их с Малдером расследований. Но в течение этого расследования агенты сталкивались с настолько большим количеством рассказчиков и точек зрения, что установить здесь правду почти не представляется возможным. Именно об этом говорит писатель в начале серии. О том, что правда так же субъективна, как и сама реальность. В этой серии мы видим своеобразные Росимон Акиры Курасавы, но на манер секретных материалов. Все начинается с похищения пришельцами двух подростков. Позже выясняется, что все это со стороны видел свидетель, который рассказывает свою версию, и утверждает, что его посещали люди в черном, которые театрально угрожали ему никому ничего не рассказывать. Потом появился еще один, который видел Малдера и Скалли, но посчитал, что Скалли это переодетый мужчина, а Малдер просто робот. В общем, суть вы поняли. Это достаточно забавная и чисто развлекательная серия. Третий сезон секретных материалов был насыщен интересными и запоминающимися монстрами недели. И не менее хорош был четвертый, о котором мы сейчас с вами поговорим. И пара слов для моих подписчиков с Бусти. Ребята, вас уже ожидает бонусный обзор еще нескольких серий третьего и четвертого сезонов, которые не вошли в это видео. Так что помним об этом и смотрим по ссылочке в описании. Ну а мы продолжаем. И открывает обзор четвертого сезона вторая серия. Дом. Это достаточно знаменитый эпизод, в том числе из-за его жестокости. В свое время это был первый эпизод материалов, который получил возрастное ограничение и по этой причине не транслировался повторно на телеканале Fox. В первой же серии для нас уже задают определенное хоррорное настроение, показывая роды, которые принимают несколько изуродованных людей. Однако ребенок рождается мертвым и они его хоронят, чтобы позже его нашли местные ребята и уже потом Малдер и Скалли. Оказывается, этот младенец родился с целым букетом разнообразных генетических заболеваний, так что у него буквально не было ни шанса выжить. В городе под названием Хоум живет всего пара сотен людей и практически нет преступлений, как рассказывает агентом местный шериф. Все люди абсолютно нормальные и в основном даже знакомы друг с другом, так что подозревать в рождении подобного ребенка некого, за исключением семьи Пикок. Их ферма стоит особняком от остального города, ее огораживает забор из колючей проволоки, а местные дети боятся заходить на их землю. Пикоки отказались от благ цивилизации, они выращивают у себя еду и разводят скот. Никто из местных не знает, что происходит в их доме, а полиция предпочитает их не трогать. И именно они становятся главными подозреваемыми в этом деле. Интересно, что поначалу наши агенты хотели оставить это расследование. Ведь судя по всему, кто-то избавился от нежеланного ребенка, а подобные дела не входят в юрисдикцию ФБР. Однако, благодаря научному подходу Скайли, она поняла, что заболевания этого ребенка не могли быть случайностью. Такой набор болезней может получиться только при кровосмешении, причем на протяжении нескольких поколений. А так как родители Пикоков давно умерли, вероятно, они могут держать в своем доме какую-то женщину против ее воли, а похищение уже попадает под их юрисдикцию. В их доме они не находят братьев, но находят кучу улик, подтверждающих их вину. Ну, а дальше... Что ж, братья-генетические мутанты станут очень и очень агрессивными, и в этом тихом городке прольется невиданное ранее количество крови. Третья серия. Телеко. В этом монстре недели Малдер и Скайли расследуют загадочную гибель подростка, который умер от некой болезни, лишившей его кожу пигмента. Позже подобные случаи повторяются, и агенты понимают, что не могут по чистой случайности погибать именно чернокожие люди от этой странной болезни. В течение расследования главные герои находят подозреваемого в лице Сэмуэля Абоа. А Малдер узнает африканскую легенду о духе воздухотелеку, который как раз предстает в образе Альбиноса. И, соответственно, Фокс начинает подозревать, что они имеют дело не с обычным преступником, а именно с неким духом. Также близость к африканской экзотичности серии придает и саундтрек, при создании которого использовались африканские песнопения, ударные и духовые инструменты. Данный эпизод часто сравнивают с сериями про Юджина Тумса из первого сезона, потому что в обоих случаях это мутанты, способные пролазить в узкие пространства, и которым нужно восполнять какую-то свою неестественную нужду. Тумс ел человеческую печень, а Абоа – человеческий гипофиз, из которого он получал меланин, тем самым он обесцвечивал кожу жертв и восполнял у себя недостаток пигмента. Четвертая серия. Беспокойство. Малдер и Скалли расследуют похищение женщины, которая незадолго до этого сделала фотографию на паспорт. И каким-то образом на этой фотографии была запечатлена страшная картина ее похищения. Малдер сразу же предполагает самое невероятное, а именно то, что преступник обладает способностью к мысли графии, то есть он способен переносить свою мысль на фотографию. К сожалению, позже похищенную девушку находят, преступник выпустил ее на свободу, предварительно сделав лоботомию. Появляется и вторая жертва, которую агенты не успевают спасти. Однако, у них появляется и подозреваемый, и здесь интересна для меня в первую очередь его мотивация. Он не нападает на женщины с какой-то ненавистью к ним, а наоборот, он думает, что таким образом спасает их. Дело в том, что в своем больном разуме он видит неких плакальщиков, монстров, которые отпечатываются на фотографиях. Однако, они могут жить только в головах людей. Именно поэтому он проводил своим жертвам лоботомию, чтобы изгнать плакальщиков из их голов. К тому же, он даже не был в курсе, что его мысли могут отпечатываться на пленке. Стоит отметить актерскую игру Пруита Тейлора Винса. Он очень хорошо воплотил этого антагониста, и также сыграл хорошую второстепенную роль в фильме «Лестница и Акова», про которую я, конечно, делал видео. Пятая серия. Поле, где я умер. В этом эпизоде Малдор и Скалли расследуют деятельность опасного религиозного культа под названием «Храм Семи Звезд». Несмотря на сообщения информатора ФБР о хранении оружия в убежище сектантов, доказательство этому не было найдено, так что их приходится отпустить вместе с их предводителем Верданом Эфизианином и несколькими его женами, которые под его влиянием уже были готовы свести счеты с жизнью, выпив от Рау. Однако, Малдор и Скалли в тот раз успели их остановить. Члены этого культа верят в перерождение, и Малдор понемногу проникается теми же идеями. Какое-то ощущение навело его на тот подземный люк в самом начале серии, и каким-то образом он знал, что нужно начинать допрос именно с этой девушки. В ходе этого допроса выяснилось, что в ней живет две личности, и информатор Сидни, который и вывел на них ФБР, является этой самой второй личностью. Однако Малдор думает, что в ней говорит ее прошлая жизнь, и вскоре его вера укрепляется, когда еще одна ее прошлая жизнь узнает его. С помощью регрессивного гипноза Малдор узнает, что во многих прошлых жизнях он уже был вместе со Скалли, с этой женщиной из культа, с его сестрой Самантой, а также и с курильщиком. И серия с этого момента приобретает ну очень поэтичный тон, и в целом весь эпизод за счет музыки и настроения очень и очень приятный. Шестая серия. Кровожадный. Малдор и Скалли расследуют странную серию смертей в крупной клинике пластической хирургии. Местные хирурги совершают нападения на своих пациентов во время самых обычных операций, и после этого не могут ничего вспомнить, и по их заявлениям они не контролировали свои действия. Чем дольше продолжается гибель пациентов, тем яснее становится определенная система. Все жертвы родились точно в даты крупных ведьмовских шабашей. К тому же Малдор находит на местах преступлений отметины, образующие пентаграмму, а хирурги, совершающие эти врачебные ошибки, принимали один и тот же снотворный препарат. И постепенно для Малдора, который охотно верит в черную магию, становится очевидно, что именно ее тут и используют. В итоге это расследование превращается в захватывающую погоню за черным магом, одержимым бессмертием. Десятая серия. Бумажные сердца. Это достаточно интересный эпизод, потому что здесь, в нас, так же как и в Малдоре, появляются сомнения по поводу пропажи его сестры. В своих снах Фокс видит некое место, и когда он находит его в реальности, то оно оказывается местом захоронения девочки. И по вырезанному на ее одежде сердцу он понимает, что это дело рук маньяка, которого он посадил много лет назад. После установления даты совершенного преступления, Малдор понимает, что Джон Ли Роч начал свои преступления гораздо раньше, чем он думал. А это значит, что в деле может быть больше жертв. Сразу хочу отметить игру Тома Нунена в роли маньяка. То, как он спокойно и как будто между делом говорит о своих преступлениях, действительно оказывает определенный эффект. Он не пытается быть жутким, и это как раз и пугает. Роч понял, что в одном из диалогов смог попасть в слабое место Малдору, так что он и дальше начал давить на него намеками на то, что он лишил жизни его сестру. Как мы все помним, в течение основного сюжета Малдор пытается найти и сестру Саманту, которую, по его мнению, похитили пришельцы. И в этой очень драматичной серии для нас полностью переворачивают эту важную сюжетную линию, так что мы, так же как и Малдор, до конца не уверены, врет антагонист или нет. Одиннадцатая серия. Мир вращается. Это серия про Чупакабру. Хотя по большому счету от этого фольклорного монстра здесь только название. По факту, здесь агенты гоняются за мексиканским нелегалом, который подхватил опасное грибковое заболевание, превращающее его самого в ходячий гриб. Однако другие мексиканцы, которые нашли жертву этого гриба, также нашли рядом и мертвых коз. А по легендам, их кровь – это любимое лакомство Чупакабры. Так что именно поэтому мы будем всю серию слышать это слово. Кроме мексиканского фольклора, в центре сюжета здесь вражда двух братьев, которые оба были влюблены в Марию, мертвую девушку. Подозрения падают на Эладио, который убежал сразу после ее смерти. Однако он очевидно не виноват, и большую часть серии в нас будут строить сопереживания по отношению к нему, так как кроме погони за ним полиции и ФБР, во многих диалогах и сценах раскрывается и негативное отношение к мексиканским мигрантам, которые здесь для многих чужие. И надо сказать, что сопереживание лично во мне возникло, не в последнюю очередь благодаря отличной игре актера Рэймонда Круса. Двенадцатая серия. Леонард Беттс. В данном эпизоде мы знакомимся с интересным монстром недели. Начинается он с аварии, в которой медбрат Леонард Беттс лишается головы. Однако позже ночью его обезглавленное тело спокойненько уходит из морга, и мы понимаем, что полежав какое-то время в ванной с йодом, это тело заново отращивает себе голову. Позже оказывается, что он живет за счет раковых клеток, он ими буквально питается ради поддержания своей жизни. Но Беттс не хирург, он обладает способностью чувствовать в людях рак, но спасать их от него он не умеет или не хочет. Так что ради раковых клеток он нападает на своих жертв. А в больнице он работал, судя по всему, для того, чтобы иметь доступ к опухолям без нужды лишать кого-то жизни. В эпизоде даже есть его заботливая мама, которую готова ради него пожертвовать с собой. И также этот эпизод еще и влияет на основную сюжетную линию, потому что благодаря Беттсу Скалли узнает, что она больна раком. Тринадцатая серия. Больше никогда. Так же, как и предыдущий, этот эпизод затрагивает Скалли, потому что здесь мы видим ее первый за сериал роман. И сходится она как раз с монстром недели, с мужчиной по имени Эд Джерс. За день до встречи со Скалли он развелся с женой и, судя по всему, бракоразводный процесс был не из приятных. Потому что сразу после него он напился и решил с горя набить себе татуировку с надписью «Никогда больше». Вот только каким-то образом изображенная на этой татуировке девушка начала завладевать его разумом и отдавать ему приказы. Скалли здесь расследует дело отдельно от Малдера. Они недавно немного подсапались и его еще и отправляют в принудительный отпуск, потому что он не взял ни одного выходного за четыре года. И находясь тут одна, она быстро разобралась с рабочими делами и повстречала этого парня. В итоге она с ним на пару решила тоже набить татуировку. В общем отношения у них завязались, но воздействие этой тату, которая постоянно ему что-то нашептывает, делает его очень подозрительным и агрессивным. Так что когда он узнает, что Скалли из ФБР, он нападает и на нее, но естественно все обходится. Оказывается, что в чернилах, которыми наносились их татуировки, была смесь разных трав, которые вызывали у Эда разнообразные слуховые галлюцинации. К слову, Джиллиан Андерсон какое-то время после работы над эпизодом встречалась с актером Родни Роуландом, который сыграл этого персонажа. Двадцатая серия. Мелочь. Малдер и Скалли расследуют странный случай рождения нескольких детей с маленькими хвостами. Поначалу они подозревают местного гинеколога, потому что все пары, у которых родились странные дети, пользовались искусственным оплодотворением в его клинике. Однако появляется еще одна женщина с похожей проблемой, и она рожала традиционным способом. К тому же она утверждает, что отец ребенка Люк Скайуокер. Он имел светлый шрам? Нет, мы не привезли. Позже, по весьма специфическому шраму, Малдер нашел подозреваемого в лице сантехника в этой самой клинике. Также агенты познакомились с еще одной интересной его способностью. Кроме хвоста, который ему удалили в детстве, он еще и может принимать облик любого человека. Именно таким образом в этом городе и появилось пять хвостатых детей. Он принимал облик их мужей и оплодотворял их. В какой-то момент комедийный тон серии с этими прятками в чужих образах меняется уже чем-то более серьезным. Потому что Эдди Ван Блант запирает Малдера в комнате больницы и принимает его облик. Он возвращается со Скалли в Вашингтон и начинает жить жизнью Малдера. И апогеем его наглости становится попытка соблазнить Скалли, что как раз вовремя прерывает появление настоящего Фокса. Название серии отсылает к ничтожности жизни этого антагониста, который он сам осознает. Так что он постоянно пытается забрать себе чье-то более приятное и успешное существование. 22 серия. Элегия. Серия начинается с того, как работник боулинга обнаруживает раненую женщину и звонит в полицию. Однако полиция уже здесь, так что он бежит к ним и обнаруживает, что они прибыли на место аварии, где жертва как раз та самая женщина, которую он видел в боулинге. Разобравшись на месте преступления, Малдер понимает, что это дело похоже на несколько аналогичных недавних случаев, где жертва также появлялась перед своей смертью в виде какого-то призрака и пыталась что-то сказать. В боулинге он находит надпись «Она – это я», и через эту зацепку агенты выходят на психиатрическую клинику, где знакомятся с Гарольдом, мужчиной с умственной отсталостью, которого пускают на работу в боулинг. Он как раз был там незадолго до появления призрака. Поначалу подозрения падают как раз на него, и Скалли, проанализировав его болезнь, почти уверена, что он и является убийцей. Но, конечно, здесь все куда сложнее и интереснее, и личность маньяка раскрывается только к концу эпизода. К тому же в этой серии Скалли сама видит призрака и начинает опасаться за свою жизнь, потому что она все еще больна раком и болезнь только прогрессирует. На этой почве у них с Малдером даже нарастает небольшое напряжение, потому что, в отличие от него, ей сложно поверить в то, что она видела. В третьем и четвертом сезонах секретных материалов, на мой взгляд, уже окончательно выработалась уникальная атмосфера сериала. Сценарная структура, по которой работают многие серии, а также и основной сюжет достаточно интересно закручивался. Но впереди нас ждет еще много не менее захватывающих историй. Я с радостью почитаю в комментариях о том, какие у вас любимые серии секретных материалов, так что обязательно мне пишите и посмотрим, насколько наши вкусы сходятся. Также вы можете написать и о том, о чем еще в рамках этого сериала вы бы хотели от меня услышать, кроме обзора лучших серий. Как всегда, подписчики с Бусти, вам отдельная благодарность за вашу поддержку. И не забывайте, что у меня с каждым видео выходит бонус на Бусти, так что по ссылке в описании он уже вас ждет. Подписывайтесь на канал, на мой телеграм, на группу ВК, а также комментируйте, ставьте лайки и давайте будем очень особенными вместе. Субтитры создавал DimaTorzok